Пиксано самый крутой! Кто? Пиксано! А чем он тебе нравится? Самый крутой, да! За ними интереснее смотреть. Почему? Медийная личность. Кайф просто. Я снимала все, что могла. А, нет, давайте обойдемся без съемок. Ну, я не могу сказать, что... А, нет, давайте обойдемся без съемок. У нас есть... Как он называется-то? Я забыл. Внутренняя латеральная связка колена. Ну, короче, вы поняли. А ты была раньше на баскете? Где? На баскете, на баскетболе. Это был баскетбол. За кого болеете? За хупцов. Почему? Не знаю, нравится. Красавчики. Пиксано самый крутой. Кто? Пиксано. Он вообще милашка, он мне очень нравится. А баскетбол умеет? Ну да. Немножко. Вон он сколько забил. Мне они немножко нормально. Ну, хоть я молодой, но хорошо играют. Вот смотри, сейчас промазал. Ну и ладно. Мы первый раз на баскетбол пришли. Я ни за кого не болею. Я просто за хорошую игру. А интересно всегда наблюдать за спортивными событиями. За родину медиа? Почему? Там такило играет, Саня. А что тебе нравится в медийном баскетболе больше, чем в обычном? Ой, в обычном? Ну, как-то скучно. А вот в медийном более веселее все. Так по-крутому, по-современному. Он притянул. А? Он притянул. Да. И как тебе? Уралмаш играет лучше. Рубрика «Кто кого». Проведем батл между медийными командами и узнаем, в чем они лучше друг друга. Если бы это была битва в армрестлинге, то я ставлю на моего тиммейта Чигу. Да, потому что, посмотрите, какая у него битуха. Он из тренажерного зала вообще не выходит. Я думаю, что он бы победил. Мы бы просто битва одного поставили, он бы разобрался со всеми. Хотя бы, хотя бы Бэйби Шаг дал бы ему серьезную битву, но я ставлю на Чигу. Сто процентов. Мы бы видели прически наши? Ну, по крайней мере, моя. Я один за всех бы вывез. О, ну это, конечно, у них мисс Ди есть. Я думаю, что отдаю победу родине медиа. А, еще Ди есть. Единственная девушка в сегодняшнем матче. В бассейне по плаванию? А по какой компетент? Ну, если синхронное плавание, то мы, посмотрите, как мы все синхронно кричим «Let's go hooks». Скорее всего, выиграли бы «HOOPS», потому что они топоры, и они бы потонули. Ну, в любом случае, если бы мы утонули как топоры, мы бы сделали бы это синхронно. А в рекламе, ну, вы видели у нас Брага вообще? Он же просто мистер рекламы вообще. Поэтому я думаю, что в рекламе, конечно, команда «HOOPS». Ну, думаю, на данный момент «HOOPS». Они более медийные, более такие раскованные. У нас все впереди. Анта! Ну, я думаю, что нижнего белья, потому что у нас высока еще пресс такой. Вы бы зашли бы хоть раз в раздевалку посмотрели бы, вы бы охренели бы. Хороший вопрос. Слушайте, ну, я машину водить вообще не умею. Но ребята, наверное, умеют. Да все равно мы. Ну, пускай из интеллигентности и дружбы к родине медиа, пускай они. «Текила» снял бы лучше, и мы в его клипе снимались, и у нас классно получилось. Поэтому опять мы. Ну, отдаю дань родине медиа. Там Саня «Текила» есть вообще. И он профессионально снимает клипы и делает крутую музыку. На шоппинге, на шоппинге. Ну, тоже такая компетенция, в которой мы соревноваться не собираемся. Родина медиа. Они сегодня, кстати, вы видели, в каких костюмах они вышли? Ну, это же ответ на ваш вопрос, собственно говоря. Они же скупили, мне кажется, весь магазин Хэллоуина. Теперь в Екатеринбурге не будет костюмов на ближайшие два года, я думаю. А есть вопросы, где не мы? Мы. А потому что мы самые модные. Вы видели, как мы входили? У нас там Джорданы, там Анта. Вырежет за Джорданы. Ванте все красивые. Вот, смотрите. Анта! В караоке это мы выясним сегодня вечером. Потому что мы все вместе идем, но адрес я вам не скажу. Что будет? Что будет? Ну, между нами тает лед. Между нами действительно тает лед. Мы друг друга любим очень. Тысяча процентов мы. Тут даже... Какая песня. Пустыня и золото, золото. Надеюсь, вы это видели. Количество подписчиков. Ну, я думаю, что, конечно, хупс 5 миллионов на ютубе дает о себе знать. Хотя спорно. У Сани Текилы тоже много подписчиков. Ну, 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 как бы окей, хупс. Пока что хупс. Сколько забьешь? Не знаю, как получится. Ну, как думаешь? Три забьешь? Две хотя бы. Что, забил на два меньше, чем хотел? Да. Ну, не так плохо. Ну, да. Хотя бы хоть что-то. Вот он следующий, мне кажется, ноль забьет. Че, Артем, расстроился? Че, Артем, а сколько думал, забьешь? Я вообще не думал, что забьем. Не думал, что забьем? Ну, так и случилось. Два забьешь? Ну, я думаю, надеюсь, что да. Нервничаешь сильно? Я выиграю. Смотри, я записываю на видео. Это будет легчайшая Сонька за два попадания. Да, как будто, да, два попадания и все, и у тебя Сонька с жестким принтом. Это очень сильно. Реально, я бы такую хотел. За два попадания? За две трехи, да. А сколько у тебя сегодня было трех на игре? Две, пока что. Получается, ты можешь забрать ее себе? Максон, если это видишь, пожалуйста, дай плойку. Очень хотелось бы, но надо подписчикам тоже кайфа давать. Не зря приехали в гости. Расскажи, во что будешь играть. Ну, сначала сгощаю, конечно же, НБА Адвокат 24, само собой. Все, ну а потом там уже как пойдет, в принципе. Красава, давай тренируйся, я участвую в турнирах по баскетболу. Просто зацените лицо человека, который только что вернулся с игр будущего. Организовал турнир по баскетбольному двоеборью и вдруг осознал, что ничего об этом не сказал парнишке с новой Сонькой. Если вы узнали его на видео, передайте, чтобы подписался на нашу группу. И сами тоже заходите. Что баскет, что футбол именно медийный отличается тем, что игроки могут быть самими собой. У них нет никаких запретов ни от руководства, ни от тренера. То есть им не понравилось, они высказываются как на камеру, так и в раздевалке. Вредит это команде или играет на пользу, это уже другой вопрос. И мы открытость уберем. Вот это, наверное, самое главное отличие. Я думаю, все-таки медиабаскетбол это о том, чтобы обозревать это все. Всем интересно, что происходит внутри клубов. Всем интересно, какие отношения между игроками, тренерскими составами и руководством клуба. И наша задача как бы привести это в профессиональный спорт, чтобы людям баскетбол стал намного интереснее. Самый крутой, вот можете посмотреть на табло, Макс Погода, 21 очко. Он сердцеед, все девчонки наши подписчицы влюблены в него. Почему так защищались против Погодина? Он набросал вам просто хрен знает сколько. Я не думаю, что это мы как-то против него защищались плохо. Я думаю, просто он хорошо набросал. И Макс, получается, жизнь профессионального баскетбола. Да, и он из профессионального баскетбола, но у него уже статус медиа игрока, потому что он собирает миллионы просмотров на нашем канале. А я видел твой первый бросок, вот первый бросок матча. Переволновался? Ну, на самом деле, это мой обычный бросок. Как тебе против мужиков играть? Замечательно. Ты всегда такой, знаете, огонечек внутри коллектива, на который всегда обращают внимание. И при этом чуть-чуть мягче играешь, чем с другими. А ты жестко играешь? Я да. Надо же как-то силы уравнять. Это моя старая подруга, мы с одного города, с городом Саганрога. И мы занимались вместе в одной секции, когда нам было лет по 8, по 7. Не боялся вы сейчас, когда против нее защищался, повредить ее? Знаешь, ну, чуть толкнешь, она упадет. Я, на самом деле, боялся повредить себя. Она самый опасный игрок в инлайн, кубка 3 на 3. Можно сказать, что это было легчайшее? Ну, как будто бы не было волнения от счета. Но 55-50 было напряжено в конце, но уверенность все равно чувствовалась. Сколько очков здесь твоих? Могли быть, хотя бы, я думаю, 6. КПД внес. Какой мог, такой и внес. Моральный дух. А? И моральный дух для команды. И моральный дух, конечно. Вот это мое главное преимущество здесь. Я поздравляю с победой. Мы проиграли, потому что в последний момент выпали серьезные звенья. И не хватило вот буквально одного, по сути, качественного игрока, чтобы составить конкуренцию кубцам в профессиональном отрезке. А в медийном мы их не почувствовали. Во всех. Несмотря на то, что ты не профессионал баскетбола, а профессионал медийной сферы, почему ты играл практически весь матч? У тебя физика крутая. Слушайте, я физически, на самом деле, готов. Тренируюсь постоянно. Хотя по баскету последняя тренировка была на прошлой неделе, а до этого в декабре. То есть я сейчас буду только наверстывать. И плюс, если уж так совсем отмазываться, то две недели назад я сделал пересадку волос. Мне вообще бегать нельзя. Мне врач говорит, ни в коем случае. Но я просто отмороженный. Я доталываю. Как тебе в целом? Игра вообще понравилась? Кайфанул? Офигенная игра. Во-первых, это первый выезд для нашей команды. Столько людей собралось. Пусть сегодня болели, в большей части, за кубцов, потому что они организаторы, и они больше находятся в медиабаскете. У истогов, так сказать. Но мы наступаем на пятки, как вы видите. И в плане баскета, и в плане медиа. И кто тебе сегодня показался самый профессиональный игрок? Тяжело сказать, наверное. Если из каждой команды, то, наверное, Серж из Хубс, а из Родина Медиа Максим Погодин. Я вот ходил, спрашивал здесь у всех самое главное отличие медиабаскета от обычного. Наверное, вот это, да? Да, да, да. Но, я не знаю, первый раз у нас такой шоу-матч. Я считаю, мы достойно показали, собрали реально много людей. И, ну, я думаю, круто провели вообще этот матч, если честно.